В этом видео вы узнаете, как Германия принимает поздних переселенцев в карантин. Привет! Я Настя из семьи Вайс. Мы поздние переселенцы в Германии. Приехали сюда 16 февраля 2021 года во время карантина. Подписывайтесь на канал семьи Вайс, чтобы узнать больше о поздних переселенцах, о жизни в Германии, о нашей истории и адаптации в Германии. А еще у нас можно послушать подкаст «Что они расскажут во Фридланде» или «Германия. Ожидания и реальность». Ссылки в описании. Из-за карантина прием поздних переселенцев не прекращается, а проходит в особом режиме. Теперь поздние переселенцы, чтобы попасть во Фридланд, лагерь распределения должны прямо из аэропорта отправляться в одну из двух гостиниц. Одна «Глобал» во Франкфурте на Майне или гостиницу в Дудерштадте на 14 дней карантина. Все это время позднему переселенцу предоставляется полный пансион за счет немецкого государства. 16 февраля мы вылетели из Киева во Франкфурт в самолете Люфтганза. Летели где-то порядка 2 часов 50 минут или около того. Сразу в аэропорту Франкфурта на Майне при первой проверке документов полиция посмотрела наши фамилии, я так понял. И между собой говорят «Зидлер», то есть переселенцы приехали. И сразу нас попросили пройти с ними. Больше никаких документов, кроме загранпаспортов наших, не проверяли. То есть они нас ждали, знали, кто прилетит пофамильно, поименно. Повели какие-то документы еще, ну там оформили, я так понял, подождали пока багаж самолета разгрузится. Дальше нас отвели в подвальное помещение, где багаж можно было забрать. Мы его забрали, после чего уже отвели к автобусу, который на тот момент уже был готов к отправке. Уже полностью все, кто должен был ехать с нами, уже сидели, то есть мы уже были последними. После того, как багаж мы в автобус положили, нам сказали, нас отвезут в гостиницу для прохождения карантина. Ну и мы отправились оттуда поехать. Нам не сказали, в какую гостиницу мы едем. Мы подумали, что в Глобал, потому что Глобал находится возле Франкфурта на Майне. Как бы туда ехать, ну, наверное, минут 15, может, полчаса максимум, учитывая дороги, так тем более. Но после того, как смотрел на время, понял, что мы едем уже не один час. Я понял точно, что мы едем в Дудерштадт. Около трех часов мы туда ехали. Эта гостиница находится возле Фридланда. По приезду в гостиницу мы были размещены в номер. Так как мы не одни приехали, конечно, это заняло какое-то небольшое время. Мы приехали еще к тому же тот день, когда у моей внучки был день рождения. Надо было хоть чуть-чуть этот праздник отметить. Мы отметили только шариками, поздравлениями и хорошим настроением. Хотя настроение было, конечно, мы просто были очень уставшие. Мы еще в аэропорту немножко отметили, так скажем. Подарки они же там, по-моему, видели. Номер был с двухъярусными кроватями, три штуки. А нас было пять человек. Номер был чистенький, очень чистый. В номере была душевая. Диванчик тут есть. Стол журнальный. Кресло очень удобное. Освещение тут во всех углах. Шкаф такой старинный, но симпатичный. Номер нам очень понравился. Потом мы были приглашены в столовую. Это было где-то в районе обеда. Естественно, мы с дороги были голодные. Столовая строена так. Каждый столик защищен барьерным щитом. То есть каждая семья садится за один стол. Если места хватает, у нас там всякое было. Было такое, что и по семь человек. Тогда два стола. Мы хотим расширить возможности канала и поэтому поставили себе цель 100 подписчиков до 1 июля и 1000 подписчиков до 1 декабря, желательно 2021 года. Поучаствуйте в нашем челлендже и поддержите своей подпиской и репостом. Еда нам понравилась. Ну, может быть не все, конечно, потому что были такие блюда, которые нам непривычны. А здесь они ежедневные. Но всегда был супчик и был выбор, что тебе хочется взять. И довольно-таки вкусненько было. По крайней мере, мы там очень хорошо так отъелись. Ведь мы были в дороге 5 дней. А дорога такой не планировалась. Поэтому не всегда можно было нормально и спокойно поесть. Как мы провели 5 дней в дороге и почему так получилось, смотрите в нашем видео по дороге в Германию. Когда оно выйдет, появится ссылка в описании, ссылка вверху экрана. И в конечной заставке подписываемся на канал, чтобы не пропустить. Мы ели только то, что нам нравится. То, что не нравится, мы могли не брать. Там был очень большой выбор. Да, выбор был большой, да. И детям очень нравились вот эти намазки, бутербродики, булочки. Булочки вообще всем понравились. Они были там такие свежие, хрустящие. В общем, столовые вне всяких похвал. Мы вообще там чувствовали себя как в санатории. Ещё там было кафе, которое можно было там до 10 вечера спокойно себе приходить, брать напитки. Там было обычно 3 вида напитков. Они даже не 3, там было больше. Больше там было, что у нас, кипяток у нас там был. Для чая, чаев, чаёв там было несколько видов. В таких 4 или 5 точно было видов. Травяные. В основном. Ну и чёрный чай, и зелёный, и травяные. Ну всякие там, ромашка, мята. Это кофе со сливками. Да, кофе со сливками. Притом сразу с краника наливаешь, кофе уже готовое. Ну и сливки можно добавлять так вот дозированных по 10 грамм там. Или около того. Также ещё были холодные напитки. Это соки. Обычно апельсиновый сок, там манго, маракуйя какие-нибудь ещё были. Там добавлены к ним, возможно. Там разные, они там подписанные обычно были. Микс был. Да. А потом яблочный сок там тоже очень вкусный был. Постоянно. То есть ты приходишь в любое время, там два вида соков. Они бывало то одни и те же, то бывало какой-то там заканчивался, а другой туда ставили. Ну и, естественно, холодная вода была. Стаканчики там были одноразовые, одноразовые, там такие пластиковые ложечки. Там было, конечно, небольшое ограничение. Охранники за этим следили, чтобы за столом сидели в масках, несмотря на то, что ты пьёшь. То есть ты снял немножко маску, отпил и тут же маску одеваешь обратно. Да. В отличие от столовой, здесь не было перегородок. Да. Вот, поэтому так. А в столовой можно было снять маску и кушать себе спокойно, пока не даешь. Покушал, одеваешь маску и за стола выходишь только в масках. Там тоже были, кроме еды, тоже те же самые напитки. Соки, кофе, чаи и всё, что хочешь. Это всё тоже было там. Булочки обязательно были в столовой. Очень нравились, особенно детям. Намазки всяческие. И сладкие. Вареньев, да. Да, джемы всякие. В мини-таких коробочках пластиковых, которые тоже одноразовые. Ну, дозированные. Да, то есть это не банка какая-то вообще. А каждому там по несколько грамм этого варенья. Мёд, вкусный жидкий мёд был. Да, мёд это да, все оценили. Иногда йогурт тоже давали. Почти каждый день. Нет, йогурт почти каждый день. Да, ну бывало. То ли нам не хватало, наверное. Там время от времени выносили, что-то заканчивалось. Новое выносили. Может быть, в такой момент, если прийти, то чего-то могло не быть. Но только как бы в этом случае. Ну, в целом, питание там было отличное. Тут ничего не скажешь. После того, как мы поселились в гостинице, нам сразу же сказали, что завтра будет тест и что какое время нам нужно будет подойти в определённое место, где их делали, вывесили график. И по этому графику мы пришли и очень быстро нам сделали тест. Результат теста пришёл почтой. Через два дня пришёл, мы его получили. Он, естественно, был негативный. Кстати, мы слышали в гостинице Global, в отличие от Дудерштата, где мы находились, что там до результата теста никто не выходил из комнаты и еду приносили им в номер. Возможно, и в Дудерштате такое было, я не знаю. Но в тот момент, когда мы приехали, нам сразу же разрешили посещать ресторан. Там назывался ресторан. Без проблем. Только тех, у кого были проблемы в самолёте, была у нас семья, у которой в самолёте был замечен человек, заболевший коронавирусом. Им не разрешили. То есть им нужно было всё время находиться в номере, и им действительно приносили еду и следили за тем, чтобы они оттуда не выходили после того, как они нарушили. То есть они вышли, вернее, ребёнок их не вышел после того с ними. И они сами стояли во дворе. А потом их попросили вернуться в номер, и охрана сидела постоянно около их номера. И еду носили в номер. Да, после этого охранник постоянно там находился, чтобы они вдруг не нарушили. И оказалось, что нас поселили в номер, где обычно содержат больных, которые по ходу теста выявляют. И пришлось по этой причине нас им переселить. После теста, отрицательного нашего, естественно, нас переселили в другой номер. Номер был немножечко другой, чем тот первый. Он как бы состоял с двух помещений, но там была неполная перегородка, то есть двери там не было, разделена на две половины. Значит, в одной половине были Женя с Настей, там была двуспальная кровать у них. А у нас были двухъярусные кровати, и я с детьми была в другой комнате. Ну, это одна комната, просто у неё была такая полуперегородка. То есть сверху перегородки не было, она была как бы в рост чуть ниже человека, так сказать. И номер опять же с душем, туалетом. Это чтобы зубы были в том маленьком. После первого теста, когда у нас тест был негативный, мы решили, что надо начинать прогулки во дворе. Тем более, что мы с окна видели, что там есть площадка для детей, и там есть какие-то игрушки, которые с окна были плохо видны. Но мы видели, что дети гуляют. Одни были тогда очень тёплые, хорошие. Мы выходили во двор с детьми, а там был и велосипед, и какие-то машинки, на которых могли кататься маленькие дети. И самокаты, и мячики были. В общем, детям первое время было очень даже хорошо там гулять, интересно. Но они всё время хорошо гуляли там. Потом ещё о детях позаботились на ресепшене у нас, чтобы они не скучали. Подарили им карандаши, распечатали раскраски. У нас дети очень любят раскрашивать и рисовать, так что для них это было очень позитивно. Мы с собой брали ещё шашки с шахматами. Тоже время занимало. Потому что чем-то надо было заниматься. Это же карантин. Там нельзя идти гулять в городе. Это всё время же в помещении. Ну или во дворе. Или во дворе, да. Ну там во дворе было несколько мест для прогулок. Значит, одно из мест было очень интересным. Там была территория загороженная, и там держали зубров. Или под вид, мы так и не поняли. Ну все их называют зубрами, и мы их называли так. Ну их вообще не зубрами называли, их называли бизонами. Статья про зубров в Германии по ссылке в описании. Ну приблизительно раз в неделю приезжал магазин на колёсах туда, во двор. Туда выстраивалась очередь во дворе, и там можно было купить какие-нибудь вкусняшки. И не только вкусняшки. Ну, всё, что хочется. Что-то для стирки. Хотя там, кстати, стирка там была организована. Там можно было постирать своё бельё. Была машина стиральная. И сушилка. И сушилка. То есть ты сдаёшь вещи, вернее, грузишь их сам в стиральную машинку, закрываешь, они уже там включают её. Ты приходишь потом через около часа, вытягиваешь эти вещи, закладываешь уже в сушильную машину. И потом через 40 или 50 минут приходишь и забираешь уже сухие вещи. Ну, чем меньше вещей ты загрузил, тем суши они обычно были. И раз в неделю обязательно убирается номер. Нам сделали полную уборку. То есть заменили всё бельё, помыли, пропылесосили всё кругом. И положили все вещи, которые необходимы нам. Да, новое полотенце. То есть полностью перезагрузили номер, как будто мы только въехали. Вот со связью, конечно, в Дудерштадте было не очень. Но когда мы поселились в первую комнату, там Wi-Fi около окна ловился. Мы пообщались со своими родными. А потом, когда переселились в другую комнату, там Wi-Fi уже почти не было. Но нам сказали, что есть во дворе место, где Wi-Fi ловится. И мы впоследствии, конечно, это проверили. Оказалось, правда, но 100% она тоже не была. Время от времени было туговато. Но так в целом можно было пообщаться. Мы не сразу узнали о развлечениях, которые там могли быть ещё. Со временем мы узнали, что там есть большой теннисный корт укрытый. Начали на него записываться. Нам очень понравилось. Особенно после того, как мы поняли, что мы едим очень вкусной еды, так скажем, много. И нам нужно какое-то движение. И мы там очень хорошо и развлекались. Отдавался час. И можно было записываться ещё там через день, через два. В зависимости от того, сколько людей ещё хочет на теннис сходить. Настолько часто тут не можно было записаться. Пускали туда только одну семью. Там без маски. Мячиков теннисных там в ведро было. И на каждого теннисная ракетка. И мы там играли. Было в Дудерштате место для прогулок без маски. Там стояли на определённом расстоянии столики со скамеечками. Это было в районе теннисного корта. Вон там сзади виден на этой фотографии. Также у нас же ещё был второй тест. Но это уже было перед уездом. То есть это было через 10 дней после нашего приезда. Сделали нам второй тест контрольный. Результаты мы думали, что получим ещё до уезда. Но получили мы их уже аж во Фридланде. Ну, все знали этот результат. Нам сообщили. Но письменный вариант, он, кстати, очень пригодился потом. Мы не знали, что оно вообще нужно кому-то. Они очень, так скажем, постоянно его спрашивали. И во Фридланде его спрашивали. И особенно его лагере в Рейнланд-Фальце, в городе Хермискаль. В этом лагере он был обязательный. Этот тест, чтобы мы его предъявили. И на прописке первый раз. Когда мы в Хермискаль приехали и прописывались, там женщина, которая нас прописывала, в первую очередь попросила у нас этот тест. Да, но это её не спасло. Ну, я не знаю, чем она болела. Но потом у нас была на больничном. Но это были не мы. Мы были протестированы два раза. Потом ещё много раз. Мы, конечно, обратили внимание, какие дороги в Германию. Дороги, конечно, исключительно ровные. И когда мы с аэропорта ехали, мне было очень странно после наших дорог чувствовать себя комфортно в этом плане. Не было никаких ям, препятствий. Ну и около гостиницы мы тоже там сделали фотографии. Я обратила внимание, что машины в Германии ездят по дороге, но дорога исключительная, ведь грязи нет нигде. Они все чистые. Очень редко встречалось чуть-чуть как бы запылённое, но это если сухая была погода. А так в целом грязь, не грязь, дождь, не дождь. Машины были чистые. Через две недели после пребывания на карантине нас опять же на автобусе организовано. Кто пробыл эти две недели, отправили во Фридланд. Подписываемся на канал Семьи Вайс. Мы будем рассказывать о нашем переезде и жизни в Германии. Ставим лайк и пишем в комментариях переезд в Германию, чтобы мы знали, что вы досмотрели до конца. Чус!